Приветствую вас! Чтобы ответить на вопрос, который вы задаёте, сперва нужно разобраться с тем, почему вас вообще это волнует. Это первое. И второе, значит, это раскрыть немножечко механизмы образования, или лучше сказать, формирования музыкальных, да и по большому счёту любых вкусов. Вы пишите в конце своего сообщения, что вы застряли в прошлых временах, или это чей-то вкус. Ответить на этот вопрос вам не представляется возможным, потому что только вкус, музыкальный вкус, за это не отвечают. Грубо говоря, вы можете слушать классическую музыку, вы можете слушать какую угодно по большому счёту музыку. Но это не означает, что вы застряли в прошлых временах. Просто потому, что вкусы у каждого свои. Вкусы у каждого разные. И только вкус не может свидетельствовать о том, что у вас произошло застревание в прошлом. С другой стороны, если вы считаете, что застревание всё-таки имеется, связано оно не с музыкой, связано оно немножко с другим. Связано оно с тем, что вам комфортнее находиться в прошлом состоянии прошлого, в эмоциях прошлого. Как бы комфортнее, как бы удобнее. Понимаете? Какой момент. И здесь уже можно говорить о мотиве. О мотиве оставаться в этом прошлом. То есть, если вы делаете это, если вы занимаетесь этим, если вы остаетесь там в прошлом, то, соответственно, вы это делаете для чего-то. То есть, зачем-то вы это делаете. Ну, по какой-то причине. Да, по какой-то причине вы остаетесь там. Ну, вами что-то движет. Нужно разбираться, что именно вами движет. Нужно смотреть, что именно. Что именно вами движет. Вот. Далее. Если мы говорим об образовании музыкальных вкусов, то здесь ситуация складывается в следующее. Человек, пребывая в определенном серьезном эмоциональном состоянии, как то, как то. что, например, какое-либо открытие, какое-либо переживание и так далее. Да? Вот. В этот момент человек оказывается открытым, открытым для, ну, открытым для новых впечатлений, для новых эмоций, для новых, там, переживаний. Да? И так далее. То есть, в принципе, в принципе, можно говорить о том, что, чем больше у человека таких аспектов, да? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ то, что наложится на его эмоциональное состояние, то, что наложится на его такое вот, знаете, нуждающееся состояние. Вот, значит, то это станет его вкусом, по большому счёту, вот и всё, как бы, так и образуется вкус на самом деле, понимаете, в чём дело, так и образуется вкус. Так и образуются предпочтения вкусовые. Это как бы вот такой момент, да, на мой взгляд, ну, момент довольно важный. То есть процесс происходит, процесс происходит достаточно серьёзный, ну и естественный, да, вот, ну и, соответственно, какой? Как бы, нормально и нельзя говорить о том, да, нельзя говорить о том, что обязательно это означает застревание. Как правило, именно так формируется вкусный человек. Вы знаете, вот ваш, ваш покорный слуга, да, значит, ваш покорный слуга, он слушает тяжёлую музыку. И, слушая тяжёлую музыку, я также сталкиваюсь с тем, что, соответственно, ну, никто мою музыку не слушает. Как правило, как правило, но момент как бы в том, в том, что это нормально. То есть, наш вкус делает нас уникальными, и вам нужно искать людей с подходящими музыкальными вкусами, общаться с ними как-то, а, значит, ну, ну, взаимодействовать, устраивать диалог и так далее. И, думайте мне, что это и является крайне важным аспектом. То есть, это нормально, что вы испытываете некую неудовлетворенность из-за того, что, как бы, вы один. Нету никакой обратной связи. Да? Вот. Это нормально, что вы испытываете одиночество. Вот. Нужно сказать, что вам просто самому нужны все ответственность за поиск новых, эм, ну, за поиск новых контактов, за поиск единомышленников и так далее. Это естественный процесс. Значит, далее. По поводу музыки, которую молодёжь. Это популярная музыка, с ней можно по большому счёту относиться по-разному. То есть, ну, можно принимать, можно не принимать, можно любить, можно не любить. Вот. Но, как бы там ни было, это и есть, относиться к этому нужно спокойно и, как бы, нормально. Вот, потому что, такова реальность. Вот. Что касается, эм, ну, вот, что касается, такого аспекта, как, эм, Ага-47, то здесь, я думаю, что это, опять же, одно из обновлений музыки, которое, опять же, может, нравится, может, не нравится. То есть, это, как бы, эм, ну, это, делал вкус. И этот вкус, и этот вкус формируется так же, как и, эм, эм, капсогравас. И, если мы принимаем себя, если мы принимаем свой вкус, а вам нужно его принять, в самой целом, ну, скажем таки, это то, что делает вас уникальным, это то, что делает вас неповторимым, индивидуальным. Вот. А, 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 то, соответственно, вы принимаете и вкусы других людей. То есть. Вот. Я полагаю, что, эм, как бы, это, это и является основным моментом. эм, значит, ну, ну, это является основным моментом, эм, при, эм, ну, при восприятии, ну, других, да, при восприятии вкусов, эм, других людей. Так что, ага, я думаю, я думаю, что, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что, помогу вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, эм, буду рад помочь вам. Если у вас остались дополнительные, эм, какие-то, вот, моменты, которые нужно прояснить, обращайтесь, я помогу. Если понравился, эм, мой ответ, буду благодарен, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.